В сегодняшнем уроке мы рассмотрим тему обстоятельства места в турецком языке. Обстоятельства места показывают, где находится один предмет по отношению к другому или указывают на часть целого. Надо сказать, что русский язык по сравнению с турецким языком намного богаче на количество слов. И одно турецкое слово может означать до десятка различных русских слов. И в этом уроке мы прекрасно это увидим. Турецкий язык практичней и все основывается на простой логике. Служебные слова, которые обозначают обстоятельства места в турецком языке, в переводе на русский могут быть и существительными, и прилагательными, и наречием, и предлогом, и послеслогом, в зависимости от их использования. Турки говорят, что переводится как турецкий язык гибкий или резиновый. Его можно подтянуть под любой смысл. И в данном уроке мы в этом увидимся. В турецком языке обстоятельства места используются очень часто. И поэтому я считаю, что эта тема очень важна при изучении турецкого языка. Ну, начнем. У нас есть такие слова. Üst – верх или верхняя часть. Alt – низ или нижняя часть. Sol – лево, левая часть. Sal – право, правая часть. Дальше. Ön – перед или передняя часть. Jan – бок, боковая часть. Arka – зад или задняя часть. Itch – внутри, внутренний или внутренняя часть чего-либо. Dish – внешний или наружная часть чего-либо. Вот эти слова, которые обозначают обстоятельства места, самые такие популярные, которые очень часто используются в турецком языке. Кроме них, у нас еще есть слово ara, что переводится как между чего-либо или как промежуток. То есть, это часть, которая осталась между чего-либо, между двух каких-то предметов. Есть еще слово karši, переводится как противоположный. Karši. И есть слова köše – угол, орта – середина и kenar – край. Еще раз повторим. Üst – alt – sol – sal – ön – arka – yan – ich – dish – ara – orta – karši – köše – kenar. Теперь давайте возьмем все слова обстоятельства места и просклоняем их по падежам и посмотрим, как могут меняться их значения. В определительном падеже, белитме хали, например, возьмем в использовании с глаголом göster, который означает как покажи. То есть, покажи что, покажи верх, покажи низ, вот в таком ракурсе. В белитме хали у нас окончания падежные – ı, i, u, ü. Ну, или если слово заканчивается на гласную букву, то еще добавляется соединительная частица – e. Давайте посмотрим на примерах. Например, üstü göster – покажи верх или верхнюю часть. Altı göster – покажи низ, нижнюю часть. Sol göster – покажи левую часть. Sal göster – покажи правую часть или право. Ön göster – покажи перед, переднюю часть. Arkaí göster – покажи заднюю часть. Yanı göster – покажи боковую часть. Ichi göster – покажи внутри. Dışı göster – покажи снаружи. «Ара и гёстер» – покажи вот этот промежуток. «Орта и гёстер» – покажи середину. «Карши и гёстер» – покажи противоположную часть чего-то. «Кёща и гёстер» – покажи угол. «Кенар и гёстер» – покажи край чего-либо. В направительном падеже «Ёллендер мехали» возьмем для примера глагол «геч», который будет переводиться как «пройди» или «переди». Здесь у нас окончание «э» или «а», в зависимости от гармонии гласных. Например, «юстэ геч» – пройди или «переди» наверх. «Алта геч» – пройди вниз. «Сола геч» – переди налево. «Са геч» – переди направо. «Оня геч» – пройди вперед. «Арка я геч» – пройди назад, переди назад. «Ян а геч» – перейди возле чего-то. «Ян» по-турецки – это боковая часть или «бок». Но вот когда говорят «рядом», используют это слово «ян», потому что это самая ближняя часть какого-нибудь предмету, боковая часть его, часть, которая находится рядом с ним. И поэтому вместо слова «рядом» турки используют слово «ян». «Ян а геч» – пройди рядом с чем-то. «Иче геч» – ну «ича геч» наверное не совсем правильно. «Переди» – вовнутрь. «Ич» – внутренняя часть. «Иче» – вовнутрь. Можно сказать «ичегирь» – пройди вовнутрь. Или «иче», например, «кой» – положи что-то вовнутрь. «Дыша чик» – здесь лучше со словом «чик». «Выйди». «Дыша чик» – выйди наружу, например. «Арая геч» – пройди в промежуток между чего-либо. «Ортая геч» – пройди на середину или перейди на середину. «Каршия геч» – перейди на противоположную сторону. «Кёщая геч» – пройди в угол. «Кёна ра геч» – подойди к краю, перейди к краю. В местном падеже «блунмахали» для примера возьмем глагол «бекле». Будет переводиться «жди». Ну, чтобы мы говорили «жди там-то». Аффикс местного падежа «блунмахали» у нас «та-де» или «та-те». И начинаем его присоединять. «Юсте» – наверху, в верху, в верхней части. «Алта» – внизу, снизу. «Солда» – слева, в левой части. «Салда» – в правой части. «Энде» – впереди. «Аркада» – сзади. «Янда» – рядом, возле чего-то. «Ичте» – во внутренней части. «Дышта» – во внешней, снаружи. «Арада» – в промежутке. «Ортада» – посредине. «Каршида» – напротив. В части напротив. То есть, в противоположной части. Напротив. «Кёщаде» – в углу. «Кенарда» – на краю. И в исходном падеже «Айрлмахали» посмотрим примеры. Здесь мы вообще без глагола будем, потому что здесь для каждого слова нужно отдельно свой глагол. Поэтому просто посмотрим вот так. Аффиксы исходного падежа у нас «дан», «дэн», «тан», «тэн». Добавляем их к служебным словам, которые обозначают обстоятельства места и получаем. «Юстэн» – сверху, из верхней части. «Алтан» – снизу. «Солдан» – слева. «Салдан» – справа. «Ёндэн» – спереди. «Аркадан» – сзади. «Яндан» – сбоку. «Ичтэн» – с внутренней части или изнутри. «Дэштэн» – снаружи, с наружней части. «Арадан» – из промежуточной части, из промежутка. «Ортадан» – из середины. «Каршидан» – с противоположной стороны. «Кёшадэн» – с угла, со стороны угла. И «Кенардан» – с краю или от края. Теперь давайте посмотрим, если обстоятельства места используются как часть изофета. Сначала возьмем двухаффиксный изофет. Давайте вспомним формулу. У нас она была такая. Определитель плюс аффикс «ын», «ин», «ун», «юн» или если кончается на гласную «нын», «нин», «нун», «нюн». И плюс определяемое, к которому присоединяется аффикс «ы», «и», «у», «ю». Или если он заканчивается на гласную, то «сы», «си», «су» и «сю». Вот давайте посмотрим. У нас есть машина. Мы хотим назвать часть, которая относительно машины находится наверху. То у нас было просто «üst» – это верх. А теперь у нас получается по формуле «арабанын» «юсту», что будет переводиться как «верхняя часть данной этой машины», которая принадлежит этой машине. Получается «верх машины» или «арабанын алты», что будет переводиться как «низ машины». «арабанын солу» – левая часть или «сторона машины», «арабанын саы» – правая часть или «сторона машины». Вот здесь есть вот эта вот гибкость турецкого языка. Например, мы хотим сказать, что «крыша» этой машины черная. Тогда мы говорим «арабанын юсту сиях». То есть мы говорим, что верхняя часть машины черная. По-русски мы просто скажем, что мы скажем «крыша машины черная». Но если по-турецки сказать слово «крыша», для машины, например, да, крыша у нас будет «чаты», это крыша, которая на домах, и сказать, что «арабанын чатысы», это будет, ну, как бы неправильно. Турки не говорят «арабанын чатысы», потому что тогда будет подразумеваться, как будто вот машина есть, и на ней крыша дома сверху прилеплена. А на самом деле у нас просто верхняя часть предмета, в данном случае предмет у нас машина, и верхняя его часть у нас будет, верхняя часть «юст», машина у нас «араба», и получается «арабанын юсту сиях». И вот это предложение на русский можно перевести как «верх машины черной», «крыша машины черная». Теперь давайте посмотрим, если мы будем добавлять падежные окончания, только уже к «изофету». «Изофет» у нас, например, «арабанын юсту», и, как вы помните, когда мы добавляем падежные окончания к «изофетам», у нас добавляется соединительная частица «не», и поэтому, получается, перед любым падежным окончанием любого падежа, нам здесь, так как у нас «изофет», нужно просто добавлять еще соединительную частицу «не», и получаем «арабанын юстунде», будет переводиться как «на машине». Вот здесь «арабанын юстунде» может означать разные-разные вещи в русском языке. Если что-то стоит на машине, например, какой-то предмет лежит, ну, пусть на капоте даже машины, как бы это все равно капот будет получаться как верхняя часть, наружная часть, верхняя часть машины. И, получается, «арабанын юстунде» будет как «на машине», на машине стоит там бутылка какая-то, например, да, то, значит, будет у нас «щище», например, «бутылка», «щище арабанын юстунде», «дурьер», например, стоит, да. Кроме этого, на машине или там на крыше машины, или не важно, на машине может быть что-то нарисовано. И турки тоже могут сказать «арабанын юстунде» «ресимвар», например, есть какая-то картинка «ресимвар», да, это будет то же самое «арабанын юсту», то есть на верхней, но здесь уже мы должны понимать, что на верхней части машины нарисована эта картинка. Например, «арабанын солунда» слева машины или «на левой части машины». Это тоже «арабанын солунда», то есть слева от машины может быть находиться какой-то предмет, но также это может быть, что на левой части машины что-то нарисовано, написано, неважно, это тоже можно сказать «арабанын солунда», что-то написано. То есть в двух значениях может быть, и как в левой стороне машины, и точно так же, как на левой части этой самой машины. Точно так же арабанен сандан, справа от машины или от правой части машины. Или арабанен алтына, арабанен алты, это у нас низ машины. И направляем, да, направительный падеж у нас арабанен алтына, получаем под машину. То есть в нижнюю часть машины нужно нам направление какого-то действия или чего-то, да, и поэтому переводим как под машину, арабанен алтына. Давайте еще посмотрим, были у нас эн, это перед ян, бок и арка, зад. Если же у нас изофет, то получаем арабанен эню, это будет передняя часть машины, непосредственно часть, которая принадлежит машине, или это будет часть чего-то, которая находится перед машиной. Также арабанен яны, это бок машины, или боковая часть, которая находится возле машины, от машины. И арабанен аркасы, это зад машины, или то, что находится за машиной, задняя часть. Ну там, не важно, что воздух там, или что там находится, это тоже будет арабанен аркасы. И просклоняем эти три слова в составе изофета по падежам. Арабанен энюню перед машиной, арабанен энюне впереди машины, в переднюю часть машины, арабанен энюнде. Это у нас уже будет в передней части перед машиной, получается, перед машиной. Арабанен энюне в переднюю часть машины, арабанен энюнде перед машиной, перед машиной. И арабанен энюнден из передней части машины. Также арабанен яныны, боковую часть машины. Арабанен янына. Здесь, смотрите, получается арабанэн янына. Ян, как я говорил, это уже мы используем как рядом, потому что часть ян, это боковая часть, которая находится рядом с этим предметом. И получается арабанэн янына, это значит рядом к машине. Арабанэн янында, получаем возле машины, рядом с машиной. И арабанэн янында, значит это у нас будет направление от части, которая находится возле этой машины. Немножко такой каламбурчик. Также арабанэн аркасыны, например, арабанэн аркасыны геремюру. Я не вижу заднюю часть машины. Арабанэн аркасына, это получается в заднюю часть машины. Вот турки также, например, могут использовать, сказать, мы куда-то собираемся ехать, у тебя чемодан. Я говорю, арабанэн аркасына кой, положи в заднюю часть машины. Что это обозначает? Это обозначает, что нужно подойти, открыть багаж машины, положить его в багаж и закрыть. Ну, как бы, не говорят, положи там в багажник, да? Они говорят не в багажник, а просто в заднюю часть машины. Арабанэн аркасына кой, например. Арабанэн аркасында, ну, где находится какой-то предмет, арабанэн аркасында. Что это обозначает? Что, например, сумка находится в багажнике машины, будет обозначать арабанын аркасында, чанта арабанын аркасында, ну как бы сумка в задней части машины, но по-русски мы понимаем, что в багажнике машина. И кроме этого, может еще быть так, какой-то предмет стоит за машиной, то есть в задней части не самого предмета, а в задней части относительно этого предмета, в данном случае машина, в задней какой-то вот этой территории. И получается арабанын аркасында за машиной, то есть можем сказать арабанын аркасында тырвар, например, это будет за машиной стоит фура, арабанын аркасында тырвар. Но точно так же мы говорим Чанта арабан аркасында Сумка находится в багаже машины То есть можно и такое значение и такое значение И поэтому когда мы переводим на русский язык Нужно очень хорошо смотреть в контекст Где это было сказано Потому что может быть совсем разное В разных значениях это было употреблено Арабан аркасында Из задней стороны машины Или точно так же может быть из багажа машины Из задней части То есть задняя часть машины это багаж И из багажа машины можно что-то взять Например Еще у нас было слово ИЧ Которое можно взять внутренняя часть Чего-то, чего-либо Здесь у нас банка Каванос И внутренняя часть банки у нас будет Каванозун Ичи Например мы говорим Я говорю что я там мою или чищу Учищаю внутри банки Тогда я говорю Каванозун ИЧИ НИ ТЕМИЗЛЬОРУ ИЧИ НИ ТЕМИЗЛЬОРУ БЕЛИРТМЕХАЛИ Да у нас здесь определительный падеж Поэтому добавляем окончание Аффиксное определительного падежа И так как у нас здесь Изофет Каванозун ИЧИ То еще есть буковка НЕ Которая соединяет Каванозун ИЧИ НИ ТЕМИЗЛЬОРУ Я чищу внутри банки Теперь если мы хотим положить Что-то в банку То мы говорим Каванозун ИЧИНЕ ЗЕЙТИНКОЙЙОРУ Я кладу внутрь банки Оливки Конечно в русском языке Можно переводить что именно Внутрь банки Или можно просто сказать Я кладу в банку оливки Но по-турецки можно вот сказать вот так Каванозун ИЧИНЕ ЗЕЙТИНКОЙЙОРУ Конечно можно просто сказать в банку Каванозун ИЧИНЕ ЗЕЙТИНКОЙОРУ Но можно употребить и вот так Каванозун ИЧИНЕ ЗЕЙТИНКОЙЙОРУ Если я хочу достать из банки чего-то То у меня уже здесь Айрил Махали И получаем Каванозун ИЧИН ДЕН ЗЕЙТИНЧИКОЙЙОРУ Я из банки Из внутренней части банки Достаю оливки Каванозун ИЧИН ДЕН ЗЕЙТИНЧИКОЙЙОРУ И если оливки у нас находятся в банке Можно сказать Каванозун ИЧИН ДЕН ЗЕЙТИНВАРУ Что есть в банке Внутри этой банки Каванозун ИЧИН ДЕН ЗЕЙТИНВАРУ Внутри банки у нас оливки Еще у нас есть слово АРА Которое переводится как Между двумя предметами Это вот такой промежуток И когда мы говорим Что Кутуларын АРАСЫНДА Что это будет обозначать? АРАСЫНДА в промежутке Между чего? В промежуток который принадлежит коробкам Поэтому у нас здесь изофет Кутуларын АРАСЫНДА ФАРЕВАР Кутуларын АРАСЫНДА ФАРЕВАР Между коробками МЫШЬ Есть мышь То есть мышь находится в промежутке В промежутке между этими коробками Или например два человека стоят друг напротив друга Одного зовут СЕЛИМ ВТОРОВАЛИМ И здесь мы используем слово КАРШИ Противоположных Или напротив И говорим СЕЛИМИН КАРШИСЫНДА Изофет СЕЛИМИН КАРШИСЫ То есть противоположная часть СЕЛИМА как бы Это дословно Ну а на русский Мы переводим так СЕЛИМИН КАРШИСЫНДА АЛИМ ДУРЬЁР Напротив СЕЛИМА СТОИТ АЛИМ Ну думаю здесь все понятно Также К обстоятельствам места Можно присоединять Аффиксы принадлежности Рассмотрим на примере Слово ЯН Чтобы сказать РЯДОМ СО МНОЙ Или ВОЗЛЕ МЕНЯ Мы говорим БЕНИМ ЯНЫМДА К слову ЯН Добавляем Аффикс принадлежности Первого лица Единственного числа И получаем ЯНЫМ То есть боковая часть Но она моя И получаем БЕНИМ ЯНЫМДА РЯДОМ СО МНОЙ Или ВОЗЛЕ МЕНЯ Или если второе лицо Единственного числа Тогда мы добавляем СЕНИН ЯНЫН Тогда у нас получается СЕНИН ЯНЫМДА РЯДОМ С ТОБОЙ Или ВОЗЛЕ ТЕБЯ Смотрите здесь у нас СЕНИН ЯНЫН ТВОЯ боковая часть ЯН ТВОЯ поэтому добавляем Аффикс принадлежности Второго лица И получаем ЯНЫН СЕНИН ЯНЫН Ну и потом Местный падеж ДА Получаем СЕНИН ЯНЫНДА РЯДОМ С ТОБОЙ ОНУН ЯНЫНДА РЯДОМ С НИМ Или ВОЗЛЕ НЕГО Здесь у нас Вот смотрите ОНУН ЯНЫ Здесь окончание Аффикс принадлежности В третьем лице Единственного числа У нас И И поэтому получаем ОНУН ЯНЫ Но так как этот ОНУН ЯНЫ Получается ИЗОФЕТ То между аффиксом местного падежа У нас еще добавилась Соединительная частица НЕ И получили ОНУН ЯНЫНДА Как бы если посмотреть Второе лицо Где СЯНИН ЯНЫНДА И третье лицо ОНУН ЯНЫНДА Звучание Одинаковое То есть у нас слово ЯНЫНДА Но состав Вот этого слова Немножко Различается Там у нас ИН Это аффикс Второго лица А здесь у нас Аффикс принадлежности Третьего лица И Но так как это Получается у нас Изофет ОНУН ЯНЫ То Добавляется Частица НЕ Это именно Соединительная Которая соединяет Аффикс местного падежа Дальше у нас Безим ЯНЫМЫЗДА Аффикс принадлежности ИМЫЗДА Добавляем Получаем Безим ЯНЫМЫЗДА Рядом с нами Или возле нас СИЗИН ЯНЫМЫЗДА Рядом с вами Или возле вас И ОНЛАРЫН ЯНЛАРЫНДА Или ОНЛАРЫН ЯНЫНДА Рядом с ними Или возле них Здесь можно сказать И ЯНЛАРЫНДА И ЯНЫНДА Если у нас Предметы находятся Когда мы говорим Возле них Или рядом с ними И вот например Стоят пять человек И возле каждого человека Из этой группы В пять человек Стоит еще по какому-то Предмету Тогда мы говорим ЯНЛАРЫНДА Возле каждого из них Что-то есть Если же Это группа Из пяти человек И возле них Находится один предмет Который как бы Находится рядом Со всей этой группой Людей Но она один Тогда мы говорим ОНЛАРЫН ЯНЫНДА Конечно Как вы поняли Что Именно ИЗОФЕТ Который до этого Мы смотрели ИЗОФЕТ Это у нас Как раз Когда мы говорим О ком-то В третьем лице Единственное Или множественное число Да Когда говорим Вверх машины Или верхняя часть машины Нижняя часть машины Нижняя часть коробки То мы всегда говорим Как бы Чья Здесь идет у нас Третье лицо Поэтому это именно Вот ИЗОФЕТ И поэтому здесь В падежах Добавляется Соединительная частица НЕ Еще здесь Такой момент есть Может быть сейчас Кто-то из вас В голове решит Задать вопрос Почему мы используем Слово БЕНИМ СЯНИН БЕЗИМ Да Там Мой Твой Хотя мы по-русски Говорим Рядом со мной Или возле меня А здесь Получается Мы используем Мой Твой Вот смотрите Переводим мы на русский Так как должно Правильно звучать По-русски И поэтому мы говорим Рядом со мной Или возле меня А как по-турецки Это звучит БЕНИМ ЯНЫМ Например Это получается МОЯ Боковая часть То есть боковая часть Или часть Которая находится Возле меня БЕНИМ ЯНЫМ Это МОЯ И предмет Который находится В этой части Получается Добавляю просто Местный поддерж БЕНИМ ЯНЫМ Да В моей Вот этой боковой части Да Это именно Если по логике Или СЯНИМ ЯНЫМ Да СЯНИМ ЯНЫМ Твой Бог Или твоя часть Которая возле тебя Находится И он в ней Находится СЯНИМ ЯНЫМ Да Поэтому турки Используют БЕНИМ ЯНЫМ Да СЯНИМ ЯНЫМ ЯНЫМ Да Они говорят Например БЕН ЯНЫМ Да Или СЯН ЯНЫМ Да Ну как бы Для того чтобы сказать Возле меня Может быть так Захочется Так по логике сказать Но это будет неправильно Вот здесь запомните Мы всегда используем БЕНИМ СЯНИМ Но если В логику Именно турецкого Как откуда это Возникает Понять Тогда Ничего не будет сложного И никогда не будете путать БЕНИМ ЯНЫМ Часть которая находится Возле меня И в этой части Что-то находится БЕНИМ ЯНЫМ Да Надеюсь вам будет Здесь понятно Давайте возьмем Несколько примеров С сафиксами Принадлежности Например УСТУМДЕ ЯНИ БИРПАЛТОВАР Вот здесь Везде Сейчас будет В примерах Именно Гибкость Турецкого языка Когда я говорю УСТУМДЕ Получается УСТВЕРХ УСТУМ Это значит Моя верхняя часть БЕНИМ УСТУМДЕ В моей верхней части Да На моей верхней части БЕНИМ Подразумевая Что оно есть Но его не обязательно Говорите Получаем УСТУМДЕ ЯНИ БИРПАЛТОВАР На мне То есть сверху На верхней части Моей Как бы Да Есть пальто Вот турки Именно применяют так УСТУМДЕ ЯНИ БИРПАЛТОВАР На мне Новое пальто Или АРКАНАБАК АРКА Это ЗАД ДУНЬЯ ДУНЬЯ СРАЛАМАСЫНДА БЕРИ Один Из вас Здесь мы Подразумеваем Что СИЗИН Есть впереди Но Так как у нас Аффикс принадлежности Есть ИЧИНИС То поэтому Можно СИЗИН Слово ИНЕ ГОВОРИТ ИЧИНИС ДЕН Из вас СИЗИН ИЧИНИС ДЕН Из вашей внутренней части Как бы Что значит Из вашей внутренней части Это значит Что если у вас Пять человек И мы говорим ИЧИНИС Это значит Кто-то среди вас ИЧИНИС ДЕН БЕРИ Один Из вас Или один Среди вас Вот Как обстоятельства Места Еще могут употребляться Совсем В разных Значениях Теперь посмотрим Стандартную схему По которой Обычно В турецком языке Обучают Иностранцев Вот эти вот Слова Обстоятельства Места Их всегда Очень часто Используют Именно в Изофетах И обозначают Что какой Изофет В использовании С этим служебным словом Что он обозначает Да Какой Предлог После слог Вот Давайте с вами Просто пройдемся У нас Возьмем Для примера Мячик и стол И мячик у нас Всегда будет находиться Относительно Стола В какой-то его части В его верхней части Нижней части В боковой И вот Посмотрим Например Топ Масанын Янында Что это значит Масанын яны Это боковая Или часть Которая близко Находится к столу Ну а на русский Мы переводим Как рядом Топ Масанын янында Рядом Возле Топ Масанын Истюнде Это значит Мяч На столе На верхней части Стола Топ Масанын Алтында Мяч Под столом Если прям По-турецки Получается В нижней части Стола Да Ну а на русский Правильно Логично перевести Как под Топ Масанын Алтында Топ Масанын Мяч Справа От стола Топ Масанын Öнünde Мяч Перед Столом Топ Масанын Аркасында Мяч За столом Или позади Стола Топ Масанын Кёщесинде Мяч Находится На углу Или в углу Стола Топ Масанын Кенарında На краю Или с края Мяч Находится На краю Или с края Стола Топ Масанын Ортасында Мяч находится где у нас? Посредине стола. Еще у нас мяч может находиться между коробками. Топ кутуларын арасында между. Топ кутунун и чинде внутри или в коробке. Топ кутунун и чинде. Топ кутунун дешинда. Мячик находится снаружи, в наружной части, снаружи коробки. И топ масанын карши сында. Мяч находится напротив стола. Вот в принципе схема, по которой можно кратко для себя понимать, какое обстоятельство место обозначает какой послеслог. Янында рядом возле, юстюнде на, алтында под, солунда слева, солунда справа, лынынде перед, аркасында позади, кёшасында в углу, кинарында с края, ауртасында посредине, арасында между, и чинде внутри, дешинда снаружи и коршасында напротив. Теперь давайте посмотрим, есть ли у нас обстоятельства места будут находиться внутри изофета одноафиксного. То есть у нас есть определитель без какого-либо аффикса, плюс определяемое, в которое добавляем и, и, у, и, с, и, с, и, с, и, с, и, 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 и. Арасы. Эйле – это обеденное время, или это время суток, именно обеденное, да? И эйле арасы у нас будет переводиться как промежуток в этом времени, в обеденном времени. Ну, а как мы переведем его? Как обеденный перерыв. Эйле арасы – обеденный перерыв. Это у нас как термин такой, да? Обеденный перерыв. Эйле арасы. Или, например, Денис Кенары переводится как побережье. Денис Кенары – это край моря. Вот край моря по-русски получается у нас побережье, или берег моря. Это как термин, просто побережье. У нас берег моря или побережье, никакого конкретного моря, а просто как название это. Или хафта ичи. Хафта у нас неделя. Ич – это у нас внутренняя часть. Вот внутренняя часть недели в данном случае у нас получается – это будние дни. То есть, с понедельника по пятницу, это по-турецки будет хафтайчи, будние дни. Как вы видите, очень в разных значениях могут использоваться эти слова. И, например, эшофман алты. Эшофман – это спортивный костюм. И вот у спортивного костюма турки говорят эшофман алты. То есть, это нижняя часть костюма, эшофман юстю – это верхняя часть. То есть, спортивная кофта, там, спортивка, верхняя. Это у нас эшофман юстю, а нижняя часть, там, трико, да, они говорят эшофман алты – нижняя часть спортивного костюма. Если это они именно от костюма, если они не сами по себе. По-русски можно просто перевести как спортивные штаны. Ну, как-то мы не говорим, что нижняя часть спортивного костюма так. А вот, если дословно, по-турецки получается так. И просто посмотрим между двумя эзофетами, которые одноафиксные и двухафиксные, как можно ли их использовать и какая разница. Смотрите, например, Денис Кенаренда Юрьёру. Я иду по побережью. Я говорю, что я иду по берегу моря, по побережью. И точно так же можно еще сказать, двухафиксный эзофет можно использовать и получаем тогда Денис Кенаренда Юрьёру. Точно так же можно сказать, но здесь мы как бы обозначаем, что конкретное вот море есть, и я сейчас возле этого моря иду. И получаем Денис Кенаренда Юрьёру. То, в принципе, то же самое. Я иду по берегу моря или я иду по побережью. И так, и так можно использовать. И тоже все зависит от контексте, от чего мы это говорим. И последний еще вариант использования обстоятельства места, это когда оно становится прилагательным в изофете. Прилагательное плюс существительное. Как вы знаете, в таких случаях у нас нет никаких окончаний, никаких аффиксов. У нас безафиксный изофет. Прилагательное плюс существительное. И, например, смотрите, вот есть у нас дом, и есть у нас ИЧ КОПЫ и ДЫШ КОПЫ. То есть ИЧ, получается, внутренняя КОПЫ, дверь. И ДЫШ КОПЫ, что будет наружнее. То есть дверь, которая снаружи, да, наружняя дверь. Получаем ИЧ КОПЫ у нас межкомнатная дверь, ДЫШ КОПЫ, наружная дверь. Или, например, КАТ, это у нас этаж. ЮСТ КАТ, это будет верхний этаж. А АЛТ КАТ, нижний этаж. Как вы видите, здесь üst и alt это у нас прилагательные, когда в переводе на русский у нас получается это прилагательный верхний этаж, нижний этаж. Или, например, вот gös это у нас глаз и sol gös это будет левый глаз, sol gös будет правый глаз. Как видите, здесь мы тоже везде используем служебные слова, которые обозначают обстоятельства места. Надеюсь, я вас не сильно запутал, а наоборот помог распутаться во всех этих словах и в этой теме. На этом урок закончен. Спасибо за внимание. Если вам понравился, то ставьте лайки. До скорых встреч!